Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня тема у нас такая интересная, которая будет звучать так. Кого вы бесите? Есть ли такие люди, которых вы выбешиваете своим поведением? И чем конкретно в своем поведении вы можете действительно их доводить до белого коленя? Опять же, для чего вам может быть нужна эта информация? Иногда спрашивают, а мне зачем это знать? Но если вы с человеком в хороших отношениях, то может быть вы скорректируете свое поведение для того, чтобы его не раздражать. Ну а если вы в плохих отношениях, возможно, вы будете знать те болевые точки, на которые вы можете надавить для того, чтобы человека выбесило в определенный момент. Так тоже вполне может быть. Это тоже может происходить. У нас сегодня 4 варианта, как вы уже поняли. Колода одна. Захотелось вот такого моноколодного расклада. Давайте посмотрим, что же у нас здесь будет. Что же у нас здесь будет? у нас сегодня веселый светофорчик, это пазовое сердце. На первую позицию рубиновое яблочко, на вторую позицию, прям в тему яблока на яблоке, изумрудное яблочко, третья позиция цитриновое яблочко и сердечко топазовое на четвертой позиции. Для тех, кто выбрал позицию номер номер 4, с нее мы и начнем сегодня. Что нам расскажет сердечко? Ну, во-первых, такие люди есть и такие люди в том числе есть еще и среди тех, с кем вы уже не общаетесь, потому что все, что вы хотели, все, что вашей душе было угодно донести до этих людей, вы уже донесли. То есть вы кому-то сказали правду, возможно, в саркастической форме, этот человек может не общаться уже на сегодняшний день с вами, для кого-то это бывшие. Для кого-то ложатся люди, которые уже отхватили, которые стали уже перед ультиматумом определенным с вашей стороны и, будем так говорить, вы их благополучно принесли в жертву в рамках того, что происходило. К сожалению, есть люди из семьи, достаточно близкие, которые тоже могут беситься от ваших каких-то определенных действий, но давайте мы так, посмотрим, кто же это может быть именно из людей по описанию. Вот знаете как, между ребенком и матерью, прям у нас четко, видите, вышли все карты, которые могут указывать на людей. Здесь у нас и девушка до 25-27, какая-то такая достаточно молодая, ну где-то до 25-27, может быть, даже подросток, мама или старшая родственница, может быть, это свекровь и прочее, и мужчина старше 40, знака земли или огненного знака, у кого-то Валерий будет имя, Валера. Ну, смотрите, в целом вы уже разобрались и вы уже знаете всех этих людей и даже с некоторыми из них у вас уже испорченные отношения и эти люди даже остались в прошлом. А чем вы бесили? Ну, во-первых, вы говорили правду очень часто, но правду вы говорили не деликатно, а весьма и весьма резко. Здесь вот были такие оценочные суждения, когда вы могли прямо вот жестко с места в карьер давать какое-то определение, давать какие-то жесткие, даже может быть, кому-то кликухи раздавали, знаете, есть такой момент. И почему-то здесь людям казалось, что вы как будто бы, что вы вот в этот момент, да, вы жесткие, что в вас нет души. То есть могли даже говорить о том, что, ну, знаешь, Оксаночка, что ты вообще там совсем в тебе нет эмоций, совсем в тебе нет души, совсем ты там не хочешь быть человеком, ты какая-то слишком-слишком резкая. Вот такие моменты были и вас в этих моментах очень даже запросто могли обвинять. И опять же могут говорить, у тебя какой-то юношеский максимализм, ты такая вот обидчивая, такая капризная, вот значит, ты можешь говорить все и всем, а тебе, как скажешь, так ты обидишься, расстроишься. И знаете, в чем еще могут обвинять? А ты неправильно понимаешь, что тебе говорят. То есть ты хочешь, чтобы все понимали правильно то, что говоришь ты, но ты то, что говорят тебе, понимаешь неправильно. Вот такое может быть здесь обвинение со стороны человека. Дальше это будет. Ну, вы знаете, я не вижу, чтобы вы менялись как-то очень особенно, да, в этой ситуации. Вы еще долго будете именно так отображаться. И иногда вы даже можете позанудствовать. То есть вы можете сказать, что если я уже решила, что человек неправ, и если я уже решила, что вот человек такой-сякой, значит он и есть такой-сякой. Вот такая может быть ваша позиция. Предостережение, совет. Ну, вот смотрите, иногда нужно стабилизироваться и не занимать позицию. Заткнитесь, придурки, я тут одна звезда. Так не всегда действовать эффективно, так можно иногда просто испортить отношения с людьми. И это будет жестко. Вы можете взять пример женщины, знака земли или огненного знака, четко выражает свои мысли, ясно, сдержанная достаточно. Но при всем при этом не мямли абсолютно. И улыбайтесь чаще. Стабильно улыбайтесь, это всех раздражает. Старайтесь не только плохие эмоции проявлять, но и хорошие. Говорите о том, когда вам хорошо, почему вам хорошо. Озвучивайте плюсы для того, чтобы не было той ситуации, потому что иногда бывает такое, что мы о том, что нам не нравится, говорим. И говорим достаточно ярко, внятно, резко. А вот когда все хорошо, мы молчим. Вот для того, чтобы не попадать в такую вилку, нужно все-таки вам как-то более человечно и более позитивно иногда отображать свои внутренние ощущения. Стабильные сообщения, то есть и когда вам хорошо, и когда вам плохо. То есть вы должны просто транслировать свое отношение или свое положение, ощущение себя в той ситуации, в которой вы располагаетесь, если вы не хотите бесить людей вокруг себя. Далее позиция номер 3. Давайте посмотрим, что у нас тут хорошего. Ну смотрите, здесь может быть такая ситуация, когда да, вы бесите, вы раздражаете, и вы вообще толкаете прямо на жесткий конфликт. Вы можете доводить людей до того, что они начинают агрессивно вести себя, когда вы вроде бы ничего такого не сделали. И потом могут люди даже в свое оправдание говорить, а что Галя сделала? Ничего не сделала, но она мутная какая-то. Вот я просто не выдержал, взял и высказал. Вот такие вот моменты. Состояние мутности, неясной формулировки иногда, когда вы не можете или не хотите четко сказать, что вам не нравится, а что нравится. Да вот обозначить как-то свою позицию. Вот эти моменты здесь есть. Причем знаете, как те люди, это обычно с новыми знакомыми бывают. Вот те люди, которые вас знают уже давно, которые уже в курсе, какая вы уже свыклись, уже изучили, да, и вы их, и они вас. Вот они вам уже дают шанс. А новые люди, которые только приходят, может быть вашу мягкость, когда вы не хотите давать каких-то ярлыков, да, вот развешивать ярлыки, говорить резкости с самого начала. Они могут это принимать за слабость, за то, что вы как-то не можете, да, вот оценить чью-то работу, и от этого замыкаетесь. Вот такой момент. Давайте посмотрим здесь. Ну да, вы обычно знаете, как вы обычно выжидаете, прежде чем сказать что-то. И если вы сразу тарабаните, да, вот все, что на уме, то тогда не ваша позиция, перезагадывайте. Здесь вообще интересная ситуация, когда вы смотрите, разглядываете человека, то есть когда вас даже спрашивают, ну что ты, Алиночки, думаешь о нашей новой знакомой. Вы можете сидеть, смотреть, говорить, не знаю. И люди могут думать, что это вы не хотите что-то озвучивать. А на самом деле иногда вы реально присматриваетесь, вы пытаетесь понять в каких-то ситуациях правильно, неправильно поведет себя человек. Будет ли он агрессивен, или будет ли он наоборот более лоялен, более мягок. Будет ли он вежлив, или он поступит как-то некрасиво. То есть для вас важно понаблюдать, прежде чем вы будете выносить какие-то вердикты свои. А это может приниматься за вашу мутность какую-то. То есть вот здесь могут говорить о том, что ты мутная, вот все имеют свое мнение, а ты вот ждешь все. Чего ждешь, непонятно. Так. Ну видите, вам нужно прочувствовать человека, и тогда вы очень правильно можете давать характеристику. Скорее всего вы так и будете продолжать, потому что для вас эмоциональная часть, эмоциональная сфера, она очень важна. В вашей оценке того, что происходит, в ясной формулировке того, что вы думаете о человеке. То есть вы как будто бы постфактум понимаете что-то, или после какого-то общения, после времени. Предостережение, совет. Ну вы знаете, здесь карты говорят о том, что лучше отзываться максимально мирно о тех, о ком у вас что-то спрашивают. Это вам точно вреда не принесет. Ну и в целом у вас правильная позиция. То есть здесь соблюдать требования, которые предъявляют к вам другие люди, и которые требуют. Вот я посмотрел один раз на человека, уже могу все сказать, а ты вот все сидишь там, мнешь непонятно что, и никак не можешь свое мнение выразить. Ну значит вы и не обязаны это мнение постоянно очень резко выражать. Вот смотрите, опять же, речь о том, что вы мыслите правильно. И вот когда у вас будет четкое мнение, тогда вы и будете его говорить, и желательно поверхностно, и если это как-то влияет на дальнейшие события. А если не влияет на дальнейшие события, если это не по работе, то особо можно и не озвучивать. Можно характеризовать общими поверхностными такими формулировками, там да, хороший парень у нас, Данька, конечно, или там неплохая девушка, приятная. И не надо говорить, что вот она сказала неправильно, а я ей запомнила это. Ни в коем случае вот так действовать не нужно. Для тех, кто выбрал позицию номер, номер кроваво-красное яблоко, вот оно прям в тему сегодня для этой колоды. Ну, вы знаете, сейчас таких и не осталось особо, кого вы бесите. Видимо, те, кого вы реально бесили, уже отвалились сами собой благополучно. Пока в настоящее время то ли вы как-то ото всех отгородились, то ли вы нашли ко всем подход, так как вам нужно. И особо таких персонажей, которых бы вы бесили, мы сейчас не наблюдаем. Вы очень хорошо прояснили ситуацию, в том числе с мужчиной. Мужчина знака земли или огненного знака, старше 39-40, по делам по работе может соприкасаться с вами, но не очень активное общение. То есть все настолько сдержанно. Может быть, когда-то вы и бесили, но вы научились по делу разговаривать и не наводить какую-то суету постоянную, поэтому все бесилово, собственно, и отвалилось. Ну, хорошо, чем раньше бесили. Ну, вы знаете, тем, что вы могли, во-первых, незаметно подкрадываться, не то, чтобы вы подкрадывались, а просто бывает такое, что подходишь, а человек на всех четырех лапах подпрыгивает в полнолуние от того, что что-то случилось, да, от неожиданности, от внезапности вашего появления. И людей могло раздражать, то есть они даже могут говорить, Ань, не подходи ко мне так тихо, это какой-то трындец. И это могло бесить, и люди могли прямо озвучивать, так, не делай так больше, я пугаюсь там, или ты до меня до инфаркта доведешь, ты что творишь? То, что вы могли очень уверенно, вы знаете, как, кто-то еще сомневается, а вы уже все поняли, и очень уверенно выражаете свое мнение, свои чувства. И здесь могут говорить вам, например, что ты такая промумная, ты все вот уже знаешь, еще никто ничего не знает, а ты уже знаешь, да? Ну, и то, что вы периодически вот из-за того, что вы раньше понимали что-то, начинали наводить суету, а у других людей создавалось впечатление, что вы не правы, что вы запутались, что вы просто вот-вот, как великий Достоевский мечетесь из стороны в сторону. Перспективы Бесилова, ну, в целом у вас, смотрите, у вас уже как будто бы в прошлом и уже, то ли вы опасаетесь взбесить какого-то человека, если он вам важен, то ли сами люди уже сделали какие-то выводы и сами опасаются беситься с вас в вашем присутствии. Мужчина еще до 40 знака земли или огненного знака, фигара здесь фигара, там такой товарищ. Смотрите, предостережение, совет вам. Ну, не надо начинать самим поднимать эту тему и ни в коем случае нельзя говорить о том, что так, послушай, я тебе сказала, что все там, да, закрываем эту тему и ничего не говори мне больше. То есть начинать закрытие темы самостоятельно, проявлять инициативу в закрытии темы, это не то, что вам нужно делать. Сперва принимайте решение, потом уже начинайте конфликт, если вам это необходимо. Но сперва подумайте, а вам этот конфликт нужен, потому что если вы в него будете вступать, то конфликт может привести вплоть к тому, что развалятся отношения с тем, кто подвесился по поводу вас. Здесь вот думайте, решайте. Думайте сами, решайте сами, начинать конфликт или не начинать. Конечно, позиция у нас изумрудное яблочко. Бесите, а вы бесите, кстати, знаете кого? Эгоистов вы бесите и тех людей, которые я, я, головка от Патефона, это первое, да, у них что выходит, про них самих любезных. Людей, которые не хотят слушать чужого мнения, у которых есть два мнения, одно и другое неправильное. Тех людей, которые не собираются давать шансов, потому что у вас иногда бывает альтернативное видение ситуации в нормальном смысле этого слова, там, не из области альтернативно одаренной, да, просто необычный взгляд на ситуацию. А есть люди, которые, вот, они привыкли в своей колье какой-то, им очень тяжело понять, что вот к этому зданию можно подъехать через соседнюю улицу. Нет, они привыкли ехать по этой. Ну, я вам могу сказать так, что когда вы отстаиваете свое мнение собственное, вы можете и себя так вымораживать, как никто другой, сами с собою, да, новых шансов не видим. Мужчина, мужчина старше сорока, знака воды или воздуха, симпатичный внешне. И кому-то из пожилых людей. Кстати, для кого-то это проиграется так, что этих людей, которых вы выбешивали, их уже, ну, вот, кого-то из этих людей даже, может быть, уже и нет. Для кого-то это будет бабушка, для кого-то это будет, ну, вот, ушедший уже какой-то человек такой, которого нет, но которого когда-то вы бесили своими движениями такими, вот, да. Чем еще бесите? Ну, тем, что вы можете, во-первых, заткнуть иногда человека очень так запросто, на взлете прямо взбить орла, знаете. И что вы можете реально не просто сбить на взлете, но и прекратить вообще общение. То есть, вы можете заткнись, придурок, я звезда, все. Дальше решаем так, как я скажу. Вот такие, когда приступы бывают. Но и еще, если вы выпиваете, вдруг выпили кого-то, вы бесите в состоянии, когда они совсем трезвые, вот этим можете еще бесить. Перспективоньки. Ну, что, перспективоньки, вас соплей не перешибешь, как-то вот с вашей выбранной траекторией вряд ли вас можно сбить. Особенно насильственным каким-то путем не получится это сделать. Может быть, есть смысл с вами поразговаривать, что-то вам предложить взамен. То есть, там, Юль, например, ты не злись. Вот я тебе скажу какие-то вещи. Ты меня послушаешь, а я тогда вот это сделаю. То есть, вам надо учиться потихоньку договариваться, если вам интересен тот человек, которого вы можете подобным поведением выбешивать. Смотрите, если вы просто, да, будьте более деликатны. Потому что бывает такое, что вы просто резко берете и обрываете человека то, что уже говорилось в этом раскладе, но постарайтесь, помимо того, что вы просто прерываете человека, предложить еще какую-то альтернативу в рамках того, что будет происходить дальше. То есть, вы можете сказать, что я не согласна вот с этими вещами, однако я бы хотела предложить, ну, вот такой вот момент. Будет ли вам это интересно? как-то вот так. Потому что не просто оборвать. Я знаю, как, но не так, и все. А вы скажите, а как бы вы хотели тогда, если не так? Вот такая вот у нас позиция, друзья. Всем желаю удачи и благополучия. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok